Митрополит Омский и Таврический Владимир совершил чин великого освящения храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». У этого образа молятся от пьянства и наркомании. Свидетелями торжества стали наши коллеги. В 2013 году в микрорайоне, называемом в народе Старый Кировск, организовалась православная община. Каждую неделю стали собираться верующие и служить молебен об избавлении от алкогольной и наркотической зависимости. Поэтому и решили на этом месте построить храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Бывает, что сами хотят исправиться, исцелиться, а сил не хватает. И тогда молитва единственное, что остается. Здесь собрался актив верующих, которые решили, что им не уходим в храм. Очень много людей поучаствовало в этом. Кто привез фундаментные блоки, кто поставил окна, кто покрыл крышу. Очень много людей было вовлечено и тоже каждый почувствовал себя составляющей этого процесса, участникам. И благодаря этому теперь есть храм, в котором уже три года проходит божественная литургия. И люди соединяются вокруг чаши, вокруг Христа. Общими делами, общими интересами, общей радостью. Во время освящения новый храм как бы очеловечивается. И над ним совершаются тайнодействия, подобно тому, как над человеком совершаются таинства крещения и миропомазния. К ним присоединяется еще нечто и от таинства священства, так как храм посвящается на служение Господу. Освящение храма завершилось крестным ходом с невидимым присутствием тех, чьи мощи в это время покоились в руках архиерея. Великое освящение в храме продолжилось божественной литургией, после которой владыка Владимир поздравил всех присутствующих со знаменательным событием и вручил благотворителям за помощь в возведении храма и в связи с великим его освящением награды святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, медали преподобного Андрея Иконописца. Мне хочется возможность поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве. Это были и частые лица, и предприятия района, которые делали вклад в строительство. Много частых инвестиций было внесено. Конечно, были такие ситуации, что тупиковые казалось бы, что нет выхода, и вдруг по общей молитве этот вопрос разрешался быстро и положительным результатом. Здесь у вас построен храм, вы же знаете, святейший патриарх Кирилл. К этому дню у вас построили двух благодетелей, которые старались, чтобы этот храм был построен. И дай Бог, чтобы вы заслужили еще в мощной награде. Но главное, за вас будут молиться в этом храме. Будут молиться постоянно, будут всегда возносить молитва, чтобы Господь помогал вам в ваших трудах, в вашей жизни. Я вас поздравляю с днем освящения вот этого храма. И вот старайтесь посещать этот храм, потому что это ваш храм. Вот вам помогли вот эти два человека, чтобы его поднять, построить. А дальше вы только походите и молитесь и за них, и за себя, и за всех молитвов Господь. Помог всем идти по тому пути, который ведет к нему. Напутствую прихожан, митрополит Владимир вручил каждому иконку Пресвятой Богородицы, Ставшей для всех к ней прибегающих неупиваемой чашей добра, любви и милосердия. Продолжение следует...